Словно по волшебству с проезжих частей города начали исчезать чугунные люки. Больше всего пострадали улицы Садпаева, Байзакова, Сейфулина, Жарокова. Но на этом список не заканчивается. Куда они пропадают, узнавала Полина Чехичина. На ровном месте. Ближе к Новому году на дорогах Алматы стали исчезать крышки люков. Ярослав за рулем своего автомобиля уже несколько раз попадал в такие колодцы. А свидетелем подобных чрезвычайных происшествий с другими машинами был десятки раз. Каждое утро я проезжаю по этим улицам. Я с дома выезжаю, вижу очень много просто туда падает в эти люки. Ломают бампера, очень часто ломают просто бампера. Машины низкие и прям бампером садится машина. Ее не вытащишь ничем. Или кто-нибудь вытягивает, вот частенько что бывает, дергают машину. Нежели домкратом поднимают что-нибудь, подкладывают. Там очень много досок после этого валяется, кирпичей, чтобы поднять машину. Кто и зачем ворует чугунные крышки? По закону их продажа и покупка запрещена. Мы решили проверить скупщиков металлолома в селе Бесагаш Алматинской области. Нет, брат, люки не понимают. Да? Не понимаю. Запретили, не то, что запретили давно, уже на этом большой штраф. Видимо, овчинка выделки не стоит. Средняя стоимость одной чугунной крышки 15 тысяч тенге. Но за это грозит уголовная ответственность. Так куда же пропадают крышки? Если несколько лет назад кража люков в основном происходила для того, чтобы эти люки сдать вторично для пункта приема металлолома, то сейчас по анализу тех украденных пропавших люков мы видим, что люки вторично используются в частном секторе. В Алматы, как и в крупных городах России, коммунальщики уже начали использовать пластиковые люки. Но такая альтернатива пригодна только для тротуаров. Полина Чехичина, Елкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.